Звезды, премьеры, триумфы, скандалы. Самые интересные истории от самого известного кинокритика страны Андрея Алферова. Из-за кулис 72-го Каннского кинофестиваля. В проекте «Мы в Каннах-72». Эксклюзивно на tvi.ua Если посмотреть мне за спину, или там, если развернуться, то можно понять, движутся черные автомобили. Те самые лимузины, которые сегодня в красной дорожке подвозят звезд на церемонию открытия 72-го по счету Каннского кинофестиваля. Я подхожу к знаменитой красной каннской дорожке. Как называют ее звезды? 24 ступеньки славы. Длина этой красной дорожки 60 метров. Само покрытие меняют трижды в идее, потому что оно быстро затаптывается, иногда и чаще, если случаются дожди, что в Каннах не редкость. Очередь за моей спиной – это прессовая очередь. Журналисты кинокинок будут показывать вместе с официальной премьерой. Но каждый из журналистов подписал уже договор с Каннским телевестивалем, что обязуется не твитить никакую информацию про фильм прямо из зала, чтобы не расстраивать кинематографистов, которые идут по красной дорожке уже с заранее мрачными лицами, потому что накануне прочитали ревью, не самое приятное, о своем новом фильме. Вот эти люди с табличками, которых вы видите в кадре – это соискатели специальных пригласительных или билетов на премьеру, потому что Каннский кинофестиваль – единственный фестиваль, где билеты не продаются. То есть можно либо выклинчить таким вот образом у кого-то пригласительный, либо ты не попадешь. Купить его невозможно. Мы в Каннах 72 Канна невозможна без скандала. Скандал – такая же эмблема Каннского кинофестиваля, как супермодное кино, которое здесь показывается. Ну и, в общем, скандалом открытия этого фестиваля стала критика, которая полетела в адрес организаторов от воинствующих французских и не только французских феминисток, которые обвинили Канны в том, что те вручают награду актеру Алену Делону. Как я уже говорил, Алену Делону в этом году вручают приз, почетную золотую пальмовую ветвь за вклад в кинематограф, не просто французского, но и мирового. Феминистки возмутились, что, вручая этот приз, они поощряют все сексистские и расистские взгляды этого артиста. Ален Делон много раз высказывался о том, что он позволял себе пить женщин, ну, жен своих или подруг и прочее, прочее, прочее. В общем, накатали целую петицию, которую подписали, если не ошибаюсь, 19 тысяч человек. Сам Делон, кстати говоря, долго отказывался от этого приза, говоря, что награждать нужно было не его, а тех режиссеров, которые его снимали. Что, к сожалению, невозможно, потому что и Лукино Висконти, и Жан-Пьер Мельвиль, к сожалению, ушли, и Делон чуть ли не единственный, кто остался, ну, такой полпред той великой золотой эпохи кино, к которой он имеет самое прямое отношение. Бонсуа! Феминистки не унимаются. В прошлом году здесь 80 женщин-режиссеров взялись за руки с требованием, адресованным организатором Каннского кинофестиваля, увеличить количество фильмов, поставленных женщинами-режиссерами. Феминистки во Франции – это сообщество довольно опасное. На показах последнего танка в Париже, во Франции, были случаи, когда феминистки палили из огнестрельного оружия в экран. И покойный Бернардо Бертолуччи, автор того великого фильма, вспоминал об этом не без горечи. Мы в Каннах, 72. Впереди нас ждет обширная программа «Нас», потому что я здесь ваши глаза и уши. Не буду рассказывать о тех крупных премьерах, которые здесь намечаются. А это Сильвестер Сталлоне сюда привезет первую часть «Рэмбо. Первая кровь», ну, потому что юбилей того знаменитого фильма. И пятую, наверняка финальную часть этой эпопеи, которая называется «Рэмбо. Последняя кровь», которую снял сам Сталлоне, и здесь будет большая премьера. Но, разумеется, гвоздем нынешней Ганнской программы настанет новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Смотрите нас на TVI в YouTube, в Facebook. Подписывайтесь и ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова